МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Время подсчитывать баллы. В Беларуси стартовала вступительная кампания. Будет ли безвиз для белорусов в Польше? И появятся ли дополнительные авиарейсы в Варшаву? Вице-министр иностранных дел Польши Мартин Пшидыч с официальным визитом приехал в Гродно. Что такое парк-райт и насколько эффективно он выявляет нарушителей парковки на гродненских улицах? Как на самом деле умер Давыд Городенский? И кем он приходится князю Миндовгу? В областном центре презентовали книгу «Давыд Городенский. Герой и легенда». В воскресенье в Гродно стартует международный марафон. Движение в городе будет ограничено. В Беларуси стартовала вступительная кампания. С первого дня абитуриенты активно штурмуют приемные комиссии и в гродненских вузах. В этом году средний балл в сертификатах по централизованному тестированию практически по всем предметам выше, чем в прошлом. Какой конкурс прогнозируют на самые популярные специальности, узнавала Алла Пнучко. Это утро для Ксении Храповицкой и ее мамы стало особенным. Они встали настолько рано, что можно было и вовсе не ложиться. Из Слонима до Гродно дорога долгая. Стоя у электронного табло, отображающего ход приема документов, абитуриентка даже не сомневается. Она поступит на педиатрический факультет, и ее мечта – лечить детей – обязательно сбудется. Я сдала химию достаточно на высокий балл, но все-таки хотелось 100 баллов. Немножко не позволило невнимательность. Биологию с белорусским языком также на высокий балл. Это позволит мне поступить на бюджет, и я не буду переживать, что там кто-то сзади меня или впереди меня. Жительница города Лиды Каролина Недвецкая также с самого утра отправилась туда, где дают клятву Гиппократа. И пусть рекордсменкой вступительной кампании себя не считает, баллы по тестам она набрала неплохие. Выпускница Лидского лицея планирует поступить на специальность «Лечебное дело» и стать врачом-педиатром. Я выбрала лечебное дело. Я хочу стать врачом. Хочу помогать людям. ЦТ я сдала довольно неплохо. Волнуюсь, переживаю. Довольно так волнительно. Еще столько дней вступительной кампании. Надеюсь, что все получится, все будет хорошо. В Государственном медицинском университете в первый день вступительной кампании, как всегда, аншлаг. В этом году здесь увеличили набор на педиатрический и медико-психологический факультет. Причем как на бюджетную, так и на платную форму обучения. В общей сложности на четыре факультета здесь планируют набрать 670 человек. Выделить конкретно какой-то из факультетов на сегодня не могу. Активность одинаковая абсолютно на всех. Причем как на бюджетную, так и по бюджетной целевая подготовка. Мы сейчас заканчиваем строительство нового общежития на тысячи, чуть более тысячи мест. И абсолютно всем нуждающимся мы предоставим в абсолютно новом современном общежитии. А вот в Гродненском государственном аграрном университете наибольшим спросом в первый день вступительной кампании пользуется факультет ветеринарной медицины. Контрольные цифры прием на бюджетную форму обучения здесь такие же, как и в прошлом году. 405 человек. Новых специальностей в аграрном университете не появилось. Наибольшим интересом на данный момент люди уже с 8 часов, раньше 8 часов даже приехали, это на ветеринарную медицину. И в целом у нас наблюдается такая тенденция, что сейчас больше подают документы именно на сельскохозяйственные специальности абитуриенты, как на полный срок, так и на сокращенный срок обучения. Елена Михайлова с отличием закончила Пинский государственный аграрно-технологический колледж и могла пойти работать. Но выбор пал в сторону диплома о высшем образовании. Сомнений в том, что она поступит на зоотехника, у абитуриентки нет. Я проходила с красным дипломом, без экзаменов. Я также участвовала в республиканском конкурсе, тоже засчитывалась. Мы заняли первое место с Пинским колледжем. Активно стартовала вступительная кампания и в Купаловском университете. В этом году здесь открылись новые специальности – компьютерная физика и истории археологии. И, как оказалось, они достаточно популярны среди абитуриентов. Больше всего заявлений на межкультурные коммуникации. Также активно заполняется научно-педагогическая деятельность в факультете математики и информатики. Мы ожидаем, что у нас будет много учителей математики. Транспортная логистика хорошо закрывается у нас. Но и в целом достаточно ровный набор идет по специальностям. То есть у нас нет специальностей, в которых на данный момент нет абитуриентов. Вступительная кампания стартовала. Впереди самые волнующие дни. И неважно, сколько тебе лет – 17 или 27. Совпадут ли баллы и шансы, многие будут гадать до последнего. Ведь те, кто знает наверняка, как жительница города Слонима Ксения Храповицкая, не так уж и много. Кому повезет – узнаем 17 июля. Алла Внучко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Вице-министр иностранных дел Польши Мартин Пшидыч с официальным визитом посетил Гродно. Он не так давно вступил в должность, однако развивать двусторонние отношения с нашей страной поставил одной из своих главных задач. По его словам, белорусская сторона проявляет открытость, а Польша – заинтересованность в развитии. К тому же продвигаться нужно не только в сфере культуры, но и в экономике и в бизнесе. С его слов, польская сторона готова к диалогу на всех уровнях. К слову, туристический поток из соседней страны достаточно высок. Вице-министр польского МИДа отметил преимущество безвизового режима в Гродно для иностранных туристов и ответил на вопрос, могут ли гродненцы рассчитывать на такой же безвиз в Польше. Мы готовы к этой дискуссии уже и в вашем МИДе, и моей коллеге в администрации президента Республики Беларусь разговариваем и увидим, посмотрим, что будет. Но я хотел бы, чтобы безвизовый режим уже построить тоже. Я с вашей администрацией тоже в Минске хотел бы поразговаривать, чтобы устроить тоже больше прямых рельсов, авиарейсов между Варшавой, сейчас только в Минске, а может и в других городах. В развитии логистики и железнодорожных перевозках между соседними странами есть потенциал. Трассу М6 называют самым коротким путем от Минска до Варшавы. Сейчас ведутся переговоры насчет открытия пункта пропуска Софиева-Лепчаны. Он мог бы замкнуть кольцо вокруг Августовского канала, который входит в территорию безвизового режима. Вычислить нарушителя на ходу. После продолжительного перерыва в Гродно снова работает автоматический фиксатор «Парк Райт». Основная функция этого прибора – выявлять и регистрировать нарушители парковки. При этом сотрудник ГАИ в этом процессе принимает участие лишь как водитель спецавтомобиля. Как работает непредвзятый электронный контролер и почему он действует только в центре Гродно, расскажет Лена Молчанова. Ну вот одна из них. ДМВ. Мы наблюдаем, что он зафиксировал. А вот уже месяц старший инспектор Валерий Санукевич работает в паре с электронным коллегой. Главная функция виртуального напарника заложена в самом названии прибора – «Парк Райт», что значит «правильная парковка». На сотнях городских улиц милицейский гаджет работает в спящем режиме, оживляясь лишь на тех участках дорог, которые заложены в зону его контроля. На сегодняшний день в городе Гродно в память этого прибора, то есть в зону контроля подпадает 14 участков, 7 из которых расположены на улице Горького. Кроме улицы Горького туда отнесены также участки в центральной части города Гродно, где даже одно остановившееся транспортное средство представляет, скажем так, затруднение, серьезное затруднение для общего движения. Такие улицы, как Октябрьская, Кирова, Карломаркса и прочее. Кроме этого, вблизи учреждений здравоохранения расположены по улице Транспортная и в урочище Пышки также зоны отнесены в зону контроля. Все эти участки заложены в память «Парк Райта» не случайно. Это так называемые «болевые точки» в плане городской парковки. Именно на них сосредоточены десятки магазинов, учреждений и поликлиник. Одним словом, места востребованные, но при этом ограниченные парковочными зонами. Явный дефицит машиномест водители компенсируют чудесами изобретательности, оставляя автомобили на газонах, бордюрах, а то и просто перекрывая полосу движения. Именно эти нарушения «Парк Райт» фиксируют сразу двумя камерами, одна из которых работает как обзорная, а вторая как распознающая. Милицейский гаджет выполняет все в автоматическом режиме, так что сотруднику ГАИ нет необходимости ни выходить из автомобиля, ни даже останавливать его. Задача патрульного – лишь совершить еще один круг почета по тому же маршруту, чтобы «Парк Райт» снова зафиксировал нарушителя через пять минут. «Ну вот, по-моему, да? Тот же автомобиль. Проезжаем. Оно фиксируется. Вот появляется картинка. Видите, да? Нарушение стоянки. Желтым цветом, с значком». После этого информация о нарушителе парковки автоматом отправляется в единую базу данных. А вот водитель, перекрывший полосу движения, узнает о том, что его подвиг был зафиксирован, лишь после получения письма счастья. «Парк Райты» в настоящий момент есть на вооружении в каждой области. Только за прошлый год Гродненский прибор нащелкал более тысячи нарушений, продемонстрировав очевидные плюсы совместной работы реального сотрудника и виртуального помощника. Чисто технически ограничений по количеству регистрируемых нарушений «Парк Райт» не имеет, а потому за час он может зафиксировать как 10, так и 100 автомобилей, стоящих с нарушением правил. И это далеко не все плюсы электронного патрульного. «Во-первых, в исключении какого-либо субъективного фактора. Во-вторых, это то, что проблема парковки, особенно в центральной части города, ее не решить точечно привлечением одного-двух нарушителей, трех нарушителей. Естественно, когда люди будут знать о том, что здесь постоянно работают камеры, и камера в автоматическом режиме, она успеет снять все припаркованные с нарушением автомобиля». Параллельно электронному фиксатору сотрудники ГАИ выявляют любителей припарковаться в шаговой доступности, невзирая на запрет, и по старинке. Патрульные работают как в ходе повседневного несения службы, так и по вызовам. Также ежедневно в Гродно работает и эвакуатор, пополняя общую статистику минимум на 10 штрафников в день. «В нашем городе проблема правил парковки стоит очень остро. За шесть месяцев этого года в Гродненской области к административной ответственности за такие нарушения привлечено 3027 водителей. За аналогичный период прошлого года – 2939». При этом ровно треть нарушителей была выявлена благодаря электронному контролеру. На данный момент под прицелом паркрайта находятся 14 проблемных зон. Уже в ближайшее время география гаджета будет расширена за счет улицы Антонова. Этот городской участок явно не страдает изобилием парковочных мест, а потому дефицита нарушителей здесь точно не будет. Лена Молчанова, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Возродить историю в Гродно презентовали книгу «Давыд Городенский. Герой и легенда». Ее автор Николай Малишевский – кандидат политических наук, автор многочисленных статей и книг. Это, пожалуй, единственное печатное издание, которое посвящено только жизни и деятельности Давыда Городенского. Материалов о полководце предостаточно, сложность их изучения в том, что большинство – иноязычная информация. Это средневековые источники и европейские хроники. Автор Николай Малишевский самостоятельно занимался переводом летописей на латыни, польском и немецком языках. Всего переведено и подготовлено более 70 источников. Среди них есть оригиналы нескольких документов начала XIV века. «Швейцарские источники, схронист, вот он сообщает интересные подробности смерти Давыда Городенского. У нас несколько версий поэтических, там и в шатре его убили, и в спину, и так, и так. А вот он пишет, что Давыда убили, когда он поил коня своего. То есть Андрей Гост действительно в спину, ну и там приводит свою версию». Интересная версия была у ученых XVIII и XIX веков. Многие считают, и это есть в исследованиях, что Давыд Городенский приходился внукам, основателю первой династии литовских князей, одному из королей Литвы, князю Миндовгу. Три века назад, согласно документам, эта версия была разумеющимся фактом. У белорусского автора Николая Малишевского нет оснований не верить. К слову, в своей книге он открывает многие тайны жизни великого полководца. «Это одна из таких попыток немножко воскресить этого человека из небытия, поднять его, скажем, действительно корни, узнать, кто это и чем он важен для нашего региона, для нашей Беларуси. Потому что мы как-то привыкли к тому, что Давыд Городенский – это немножко даже нарицательное имя. Но в этой книге он оживает, и он оживает не только как описание, он оживает именно тем, чем цена книга, тем, что в ней собраны, в общем-то, все известные источники по Давыду Городенскому, которые были». Впервые в Гродно пройдет реалити-шоу «Топ-модель Евростар». В нем могут принять участие девушки и парни от 18 до 25 лет. Прием заявок открыт до 23 июля включительно. От 24 и 25 июля пройдет кастинг. 12 девушек и 12 парней станут участниками первого в Гродно реалити-шоу, чтобы побороться за главный приз. Организаторы ищут фактурных и уникальных личностей, которые смогут заинтересовать не только внешностью, но и внутренней красотой. В реалити-шоу участников ждут фотосессии и дефиле. По окончании проекта каждый сможет создать себе портфолио, которое поможет построить карьеру в модельном бизнесе. По задумке организаторов, девушки и парни не будут знать об испытаниях. В назначенное время и в определенном месте все 24 участника встретятся, чтобы доказать – они могут стать профессионалами. Фишка нашего проекта, скажем так, наши участники будут ходить по подиуму с элементами танца. То есть это будут танцевальные элементы, поэтому участники должны развивать в себе пластику. Также мы будем преподавать по этой теме мастер-классы, то есть это будут воговое направление, различные танцевальные элементы вога. Поэтому это будет интересно, незабываемо, ярко. И мы ждем участников, которые хотят заявить о себе на всю страну. Каждую неделю проект покидают два участника. Члены жюри определят четырех номинантов, а зрители смогут спасти одного. Дневники проекта будут транслироваться на официальном YouTube-канале реалити-шоу ТОП-модель Евростар и в эфире телеканала Гродно+. Организаторы проекта – Гродненская областная филармония, салон красоты «Калибри», дизайнерская одежда «Айрикс» и свадебный салон-магазин «Модная версия». Наш областной центр еще не принимал такой масштабный модельный проект. По мнению специалистов, эта сфера интересна гродненской молодежи. Ожидается, что первый сезон станет популярным и поможет молодым людям раскрыть свой потенциал и показать, насколько талантливые люди живут в культурном центре страны. Праздник спорта и дружбы. В воскресенье пройдет международный марафон «Гродно-Друзгененкай». Этот забег общей протяженностью более 40 километров проходит по территории двух стран – Беларуси и Литвы. На старт спортсмены, да и просто любители здорового образа жизни выйдут в Гродно. А вот финишируют в центральном парке «Друзгененкая». Своё участие в забеге уже подтвердили более 170 спортсменов из 17 стран мира. Чтобы преодолеть международную дистанцию, приедут бегуны из Австралии, Великобритании, Египта, Тайваня, Финляндии и других стран мира. Подавляющее большинство участников – Беларуси, при этом самый возрастной спортсмен, который не пропустил еще ни одного забега, родом из Литвы. Награды будут разыгрываться как в общем зачете, так и в разных возрастных категориях. Трасса международного марафона проходит через живописные места на территории двух государств. Границу участники пройдут без остановки. Паспортный и таможенный контроль будет организован в местах старта и финиша. Также для удобства спортсменов будут размещены 8 пунктов питания. Старт марафона намечен на 8 утра. Также в связи с прохождением дистанции по улицам Гродно водителям стоит учесть, что временно движение в направлении Гожи будет ограничено. И в продолжении спортивной темы. В эту субботу на стадионе ЦСКА Неман состоится игра между гродненской командой и футболистами Слуцка. Начало встречи в 18.45. Приходите и поддержите на любимую команду. И в завершении выпуска информация от нашего партнера. Мой МТС – удобное приложение, с помощью которого можно самостоятельно решать многие вопросы обслуживания без звонков в колл-центр и походов в салоны связи. Приложение позволяет отключать и добавлять услуги, видеть количество трафика, минут и СМС. А если установить виджет на экран смартфона, баланс всегда будет перед глазами. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин